У нас в подъезде инвалиды. Я сама инвалид первой группы, не могу выйти на улицу у подъезда посидеть. Еле-еле я добилась через депутата скамейку. Скамейка очень маленькая, без перил. ЖКО сказала, у меня не мастерская мебельная, чтобы вам делать скамейку. Примерно с такими локальными вопросами обращались жители к губернатору Алтайского края во время вчерашней прямой линии. У кого-то проблемы с лавочкой, у кого-то с дорогами и мусором на районе. Некоторые моменты глава кратко распоряжался исправить, а где-то развернуто рассказывал о планах. Например, касательно общественного транспорта в Барнауле. Десять трамваев низкопольных производства белорусского, хороших, современных, они уже здесь, они уже в Барнауле. Идет последняя наладка оформления документов. Там сложные у нас получились взаиморасчеты и так далее. Но я думаю, что в декабре уже трамваи выйдут на линию обновленные. Администрация городская стала заключать долгосрочные контракты с перевозчиками. Это позволяет им спокойнее посмотреть в будущее. Также прорабатывается вопрос о создании муниципального предприятия. Оно должно взять на себя часть маршрутов. Решается проблема и с сельскими автобусами, заверил глава. Также была затронта тема дегазификации. Мы многодетная семья из села Альбрихи. Ждем четвертого ребенка. Не можем, уже два года не можем провести газ в дом. Договор истекает в декабре этого года. Но до сих пор ни одна бригада к нам не приехала. Помогите нам, пожалуйста, решить этот вопрос. Губернатор уже поручил помочь этой семье. В целом дегазификация проходит успешно. Из 56 тысяч домовладений для 45 созданы технические условия для подключения. Затронули вопрос и о благоустройстве территории после всех работ с голубым топливом. В частности, местность казенной заимки и Новоалтайск. Там и в других местах с этой проблемой подрядчик должен разобраться согласно контракту, отметил Виктор Томенко. Ну что ж такое? Газ провели, теперь скорая пожарная или кто-то не доедет, экстренные какие-то. Или сами люди будут добираться, ноги ломать. Коснулся разговор и последствия урагана. Убытки еще считают. Однако в остальном все процессы уже налажены. Осталось лишь точечно отремонтировать некоторые объекты инфраструктуры. Также немаловажной стала тема поддержки участников СВО и их семей. Она продолжится в 2024 году. То есть мы эту работу не приостанавливаем. Поэтому она будет продолжена. Так мы в целом счет, который ведем, ну порядка 3 миллиардов рублей, чуть-чуть может быть меньше, 2 800. С начала специальной военной операции только из бюджета Алтайского края мы на цели выполнения этих мер поддержки, заботы, защиты, значит, мы и направили за это время. Эта прямая линия стала уже третьей и самой продуктивной. Всего за два часа губернатор ответил почти на 30 вопросов от жителей. По словам политолога Константина Лукина, эфир получился самым удачным, так как Виктор Томенко вызвал большое доверие. Виктор Петрович здесь своим стал. Вот если все равно в первом сроке к нему еще, ну как бы там, приехал там и так далее, да, то за вот первый срок и сейчас, ну, своим к нему обращаются к своему, который может. Всего к губернатору поступило около 9,5 тысяч обращений в разных вариациях, при том почти три четверти из них составили звонки во время трансляции. Все вопросы взяты на заметку, несмотря на то, попали они в эфир или нет. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев, День с толком.